Нужны для учебы крутые девайсы? В Титан приходи, покупай, наслаждайся. Выбор отличный, цена по карману. Труд облегчить под силу Титану. Компания Титан. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. 30 пожарных боролись с огнем в заброшенном больничном городке за алыми парусами. Вечером 24 октября там загорелся кирпичный пристрой. Все подробности в рубрике «Сводка». Дым очень редкий. Это даже, наверное, не деревяшка. Это, скорее всего, кирпичное здание. Вечером 24 октября в заброшенном больничном городке за алыми парусами произошел пожар. Загорелся одноэтажный кирпичный пристрой. Я шел в это время как раз по Октябрьскому проспекту в сторону алых парусов от танка. И пожарные почему-то поехали по Московской, хотя заезда там нет. Я не знаю, что за компетентность такого пожарных. И вот они потом круг сделали, и только по Энгельсу, по Преображенска, вернее, они завернулись здесь, проехали. И начали тушение уже, в принципе, огня уже как такового и нет. На место выезжали 10 пожарных расчетов. С огнем боролись 30 человек. В результате обгорели обрешетка крыши пристроя на площади 40 квадратных метров. Закоптились стены на втором этаже. Пострадавших нет. Здание пустоет уже не первый год. Причины пожара устанавливаются. В Кирове разыскивают очевидцев аварии, которая произошла вечером 24 октября на перекрестке улиц Розы, Люксембург и Ленина. Там столкнулись Форд и УАЗ. Иномарка получила вмятины. Оба водителя утверждают, что двигались на зеленый сигнал. Очевидцев аварии и свидетелей с видеорегистратором просят позвонить по телефону на экране. Обещают вознаграждение. Волонтеры и полиция разыскивают 72-летнего жителя Радужного Николая Коркина. 16 октября он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Если вы знаете, где находится Николай Коркин, позвоните по телефону на экране. Алина Кутрихова, Место происшествия.